на прошлом видео мы рассмотрели как можно сделать небольшой командный файл мы посмотрели как работает команда echo и сейчас я хочу сказать еще несколько слов об этой команде так давайте я немножко почищу здесь вот команда echo она выводит какую-то надпись на экран но у нее есть еще другие способы использования например если вы хотите чтобы ваш командный файл показывал только вывод вот сейчас запустим наш командный файл вот здесь мы видим что запустился наш командный файл точнее что вот я его вызвал и дальше идет построчно вот первая строчка то что написал и результат вывода этой строчки вторая строчка третья четвертая а вот если я хочу что вот это все не выводилось то есть вот те строчки которые создают ощущение что я это дело нам набирал все вручную командной строке чтобы они не выводились чтобы осталось только вот это create directory 3 то есть чтобы мы видели только выводы команд вот эхо мы вызвали она вывела вот такую надпись но чтоб саму команду мы не видели чтобы это сделать есть довольно простая команда это ну даже не команда такой значок мы можем заглушить любую команду поставив перед ней вот такую собачку давайте посмотрим я опять удаляю опять удаляю с ключом с это main да далее я вызываю кредит дир 3 вот обратите внимание я поставил такую собачку перед эхо в данном примере я вот перед эхо поставил собачку теперь я вызываю ну что произошло вот она моя команда ну а дальше мы тут видим сразу пишется create directory 3 то есть уже команда эхо вот сама сама вот эта строчка уже не пишется только вывод также можно поставить эту собачку перед всеми строчками давайте последнюю оставим для пробы так rm dirs main так опять я вызываю команду эту ну что произошло вот он вывел надпись и показал dmkdir main 002d то есть именно то что мы не закомментировали вот перед чем они поставили собачку но представьте как это тяжело перед каждой строчкой ставить вот эти собачки есть более простое решение можно в самом начале написать эхо off такую вещь можно писать а в конце ну соответственно эхо он то есть вот выключить вот это вот эхо отображения команд и включить если мы прочитаем справку команде эхо мы увидим вывод сообщений и переключение режима отображения команд на экране вот вывод сообщений мы уже выучили как делается а переключение режима отображения команд на экране мы еще не видели вот он вот этот вот синтаксис то есть можно написать эхо он или офф или эхо сообщения ну видите это в квадратных скобках то есть можно вообще эхо просто эхо написать и написано введите эхо без параметра для определения текущего значения этой команды то есть если вы просто введете эхо написано режим вывода команд на экран эхо включен так теперь сохраним эту команду и запятать запуск давайте удалим сначала и запускаем обратно ну что мы видим выполнилась команда эхо офф вот она и после этого все остальные команды но так как я эхо офф сделал остальные команды уже не отображаются в таком виде ну тот факт что эхо офф команда сама отображается тоже не очень радует поэтому перед ней тоже поставим собачку чтобы в следующий раз уже все было хорошо теперь эхо есть эхо еще один такой эхо интересный момент а что если наша команда эхо что если наша команда эхо что если наша команда будет работать вот например создавать папки когда эти папки уже есть это будет эхо не очень хорошо с ее стороны эхо вот папка есть уже а эхо она создает еще или например эхо ну она конечно выдаст сообщение об ошибке но это будет эхо это опасно все равно поскольку вот он создаст mkdir main если папка main есть он выдаст ошибку что такая папка уже есть но продолжит дальше он в этой папке main создаст еще 001 002 потом ну и так далее то есть если эта папка уже существует кем то она создана он в нее начнет записывать всякий мусор и поэтому будет лучше если программа если уже есть эта папка main если программа просто не будет ничего делать то есть прекратит свою работу вот весь команд весь командный файл прекратит работу если уже есть Это папка main. Для этого нужно использовать оператор ветвления. Оператор ветвления называется if и записывается следующим образом. У него есть несколько форм записи. Наша форма записи, точнее та, которую мы будем использовать, это форма записи, которая определяет, существует ли файл или не существует. f exist main открываем скобку. Это я рано написал, закрыть, вот так вот. Если существует main, тогда вот открывается скобка, закрывается и вот эти все команды, то что внутри скобок, будет выполняться. не сохранил ее. Так, еще раз. Сейчас. Ой. Если not, извиняюсь, если не существует, если не существует main, тогда только эти команды выполнять. если она существует, зачем выполнять. Так, опять не сохранил. Все. Вот смотрите, ничего не произошло. А теперь я, если я удалю, давайте вот так сделаем. лупу надо чуть расширить. Если существует уже файл, вот этот main, так, давайте rm.dir.s.main. Удалить, да. Теперь опять пишу имя своего скрипта. Вот он пишет creating directory tree. Все правильно, да? Но теперь я себе второй раз запущу, он уже ничего не пишет. Почему он ничего не пишет? Дело вот в чем. Например, когда в первый раз я запустил, папки main не было. И выполнилось условие, если не существует main, тогда вот. И он выполняет. А во второй раз ничего такого не было. Ну и соответственно условие тоже не выполнилось. ну, значит просто вот этот весь блок, он не выполнился. То есть выключилось эхо и включилось эхо. И все дела. Ну, мы можем написать еще else, эхо, там. Folder main already exists. Или directory. Ну и опять посмотрим, как оно работает. Вот он нам написал. directory main already exists. Вот. Коротко и ясно. Что же тут, эхо, особенно в этой команде if? В ней особенное то, что она позволяет в зависимости от каких-либо условий выполнять то один блок кода, то другой. Ну, один блок команд и другой блок команд. Ну, и есть более короткая форма записи if. Ну, я вот пока с вами разбираю вот эту. Эхо. Вот первые скобки. Вот она открывающая скобка, вот закрывающая скобка. Вот закрывающая, вот она. А вот открывающая. Вот она открывается, идут, идут, идут команды. И вот она закрывается. Потом идет else, иначе. То есть, если вот это условие выполнилось, то есть if not exist main, если не существует main, он выполнит это. Если оно не выполнилось, тогда выполнит всего одну команду. Ну, тут, конечно, можно еще команды написать, но сейчас нам это не надо. Ну, и включается обязательно эхо-отображение, чтобы потом вручную не пришлось его включать. Так. Ну, можно else не писать, но это мы уже видели. Давайте еще раз посмотрим, как это устроено. Эхо off, самая первая команда, причем с собачкой вот такой. она говорит о том, что нужно выключить эхо-отображение вот команд. Потом идет условный оператор. Если не существует main, тогда эхо create directory tree. эмкадиры, 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 эмкадиры. Ну, это мы уже в первый раз рассматривали. И иначе эхо directory main already exists. Так. Ну, в общем, такой краткий обзор оператора ветвления мы получили. Далее будет оператор цикла. Это оператор цикла for, так называемый. все же. Теперь во YT,aks лад 對不對. Программа,,побldсер. Берем, мы потом в tune к снеу. Не. Хочусь mayorful партиści. Можно выспostать о том. Включить воду, в плаве или у已, уже incap причин. И вот его Emmanuel.